Хаски с разными глазами, с голубыми икарями, орли-кины. Почему у хаски разные глаза? Подобный вопрос задают многие владельцы этих замечательных собак. Для некоторых разноцветные глаза у родившегося щенка становятся поводом для признания его беспородным или, что еще хуже, больным. На самом деле в подобном явлении нет ничего страшного или ненормального. В данной статье рассматриваются особенности проявления гетерохромии у хаски, какие разновидности встречаются. Самые распространенные цвета. Хаски с разными глазами на самом деле встречаются не так редко. Цвет радужки напрямую зависит от стандарта, который предъявляется к конкретной породе. Наиболее распространенными оттенками для чистокровных хаски считаются следующие цвета – голубой, коричневый, разноцветный. Хаски с разными глазами – не болезнь. К сведению, глаза хаски не могут быть насыщенного зеленого оттенка. Зеленоватый оттенок встречается крайне редко и чаще всего является скорее болотным или оливковым. Проявление иных цветов говорит о том, что собака является нечистокровной. Голубоглазые – хаски с голубыми глазами – это наиболее распространенная вариация, которая является стандартом. До определенного момента подобный цвет считался дефектным, поскольку специалистам казалось, что голубые, почти белые радужки – это признак плохого зрения или даже слепоты. Разумеется, указанное мнение было ошибочным. Однако голубой цвет радужки долгое время специально не выводился, поэтому среди северных представителей его встретишь нечасто. Уже гораздо позже селекционеры стали специально скрещивать голубоглазых собак, что стало верным знаком чистокровности псов. Внешне глаза выглядят притягательно и пугающе. Радужка окружена светлой полоской, отчего оттенок кажется более ярким. Данная особенность связана с генетическими аномалиями. При этом никакой вред собачьему здоровью не наносится. Обратите внимание, щенок, рожденный с голубыми глазами, остается таким на всю жизнь. Оттенок не меняется и не темнеет. Недостаток пигмента в радужной оболочке не влияет на остроту зрения. Голубоглазые псы – самые эффектные. Кореглазые – хаски с корями глазами встречаются не так часто. При этом кореглазый цвет не обязательно должен быть коричневым. Он может варьироваться от медового до черного. Внешне цвет достаточно яркий, глубокий и насыщенный. Все потому, что пигмента в данном случае хватает. Цвет меха на появление коричневой радужки никак не влияет. Кореглазые щенки могут появиться у обладателей как черной или серой, так и рыжей шерсти. Тем не менее, в большем количестве они присущи шоколадному и красному оттенкам. Зеленые радужки. Как уже говорилось, хаски с ярко-зелеными глазами не существует. Фактически зеленый – это лишь оттеночные варианты или показатель того, что пес не является чистокровным. К сведению, болотные или янтарные оттенки часто встречаются у псов, обладающих светлой, пепельной или серой шерсткой. Серые. Серый оттенок встречается, при том именно у собак со светлым мехом. При этом большинство специалистов склонно считать, что это не отдельный цвет, а лишь вариация голубого оттенка. Произойти это может также из-за мутации, благодаря чему у щенка и появились серо-голубые цвета. Хаски альбиносы в большинстве обладают именно серыми глазами, опять-таки по причине недостатка пигмента. Гетерохромия и ее причины. Такие собаки у многих хозяев называются орликинами. Наиболее известное цветовое сочетание при гетерохромии, это голубой и карий. Хаски с разноцветными глазами появляются по двум причинам. Наличие генетической предрасположенности. Другими словами, родители щенка или ближайшее поколение имело точно такую же особенность. Нехватка пигмента меланина, из-за чего радужка частично утратила цвет. Обратите внимание. Владельцам следует понимать, что хаски орликин – это не отклонение от стандартов породы, а лишь специфическое ее проявление. Кроме того, подобный изъян никак не влияет на здоровье или остроту зрения животного. Кроме того, разноглазые хаски могут иметь мозаичный рисунок. Другими словами, радужка содержит сразу несколько разноцветных элементов. Такие псы тоже относятся к стандартным представителям породы и не являются браком. Гетерохромия уместна по стандарту. Какого цвета радужки существуют? Какие разноцветные глаза у хаски вообще встречаются? Как уже говорилось, коры-голубой вариант является наиболее распространенным. Однако в природе бывают и иные сочетания, которые зачастую представляют собой лишь оттенки уже представленных вариантов. Вне зависимости от внешних особенностей разные оттенки глаз или меха никак не влияют на характер животного. Данная порода, внешне похожая на волка, кажущаяся суровой или даже злой, на деле игривая и очень общительная. К сведению, животное, относящееся к породе хаски или даже помеси, при правильном воспитании становится отличным другом и никогда не обидит своего хозяина или членов его семьи. Мозаичный рисунок, голубой и карий. У хаски данный цвет наиболее часто встречается при сочетании с серо-черной шкурой или так называемым волчьим окрасом. Реже природа наделяет коры голубыми радужками собак со светлым или белоснежным мехом. Серый и голубой. Подобные сочетания бывают крайне редко. Подобные оттенки способны принести питомцу ряд неудобств, в первую очередь потому, что глазу сложнее приспосабливаться к световому изменению. Разумеется, так называемый серый имеет настоящий цвет, голубой. Уже говорилось, что серебряных глаз у хаски быть не может. Все это лишь оттеночные варианты голубого. Обратите внимание, собаки с подобными оттенками плохо переносят яркие солнечные лучи. Хозяин может заметить, что животное часто щурится или быстрее устает на прогулках. В особенности это актуально в ясную погоду в зимнее время, когда свет отражается от снега. Зеленый и карий. Еще один нормальный оттенок, который встречается достаточно редко. Последняя причина может привести к тому, что щенки с корой зелеными радужками могут стоить существенно дороже, чем их голубоглазые собратья. Карий оттенок может быть достаточно темным, почти черным. Янтарный и карий. Подобные оттенки являются наиболее редкими и уникальными. По заверению специалистов, псы с таким цветом глаз наиболее выносливые и устойчивые как к физическим нагрузкам, так и перепадам температуры. К сведению, существенным преимуществом является то, что темные радужки меньше всего реагируют на яркие солнечные лучи, поэтому псу будет значительно легче во время прогулки. Когда определяется цвет глаз у щенков хаски. Цвет может определяться с третьей недели жизни собаки. В большинстве случаев щенки хаски рождаются голубоглазыми, а после радужка приобретает самые разные оттенки. При этом, если у родителей радужки имели единый оттенок, это совершенно ничего не значит. Генетическая предрасположенность может передаваться через один или два поколения, а может и вовсе не проявляться. При этом щенки с гетерохромией при рождении могут иметь одинаковый оттенок. Различия проявляются спустя два-три месяца, а с возрастом становятся более заметными и ярко выраженными. Обратите внимание. Нет никаких гарантий, что питомец с гетерохромией принесет такое же потомство. Это случается крайне редко. Поэтому разводить разноглазых псов не получится. При этом уход за такими псами совершенно не отличается от обычного. Необходимо точно также соблюдать режим кормления, расчесывать, купать и гулять с псом. Единственный нюанс и трудности, с которыми можно столкнуться, касается только светлоглазых животных. Как уже говорилось ранее, питомцы с серо-голубыми радужками больше подвержены воздействию солнца и плохо переносят, когда лучи слепят. В таком случае следует внимательнее относиться к своему любимцу и при необходимости сокращать время прогулок в ясные морозные дни. Разные глаза у щенков. Меняется ли цвет глаз со временем? Еще один момент, который необходимо знать хозяевам, это то, что оттенок радужки со временем может меняться. Однако это вовсе и не обязательно. Как правило, темные тоны остаются такими же, как и в молодом возрасте. На что, прежде всего, следует обратить внимание хозяину собаки, если радужка изменилась уже в более зрелом возрасте. Подобное явление называется приобретенной гетерохромией. Подобное явление становится поводом для посещения ветеринара, поскольку данная реакция может быть вызвана в результате появления заболевания, зрительных органов или после использования сильно действующих медикаментов. В любом случае внезапное изменение оттенка радужки, это ненормальная реакция собачьего организма. Таким образом, гетерохромия не является патологией и уж точно не выбраковывает пса из помета. Это генетическая особенность, которая давно признана экспертами. В любом случае, какие бы ни были глаза у собаки, ее любят не за это, а преданность и любовь к хозяину и его семье.